Добрый день, друзья! Всех поздравляем с Новым Годом! Новогодние каникулы. Что делать, как не собраться покататься? У нас в ночью выпал снег, сейчас температура ноль. Асфальт весь сырой, я думаю, и в полях будет интересно. Машин собралось у нас много. Собираемся, пойдем покатаемся по горочкам, по полям, найдем переметы. Наливайте чайка, приятного вам просмотра! Поехали! Так поедем? Да. А там есть где покататься будет? Конечно, есть. Тогда тут еще доехать надо. Для Нив главное то, чтобы пыл. Так, Евгений у нас уже травится, он уже боится. А мы Ниву как всегда не травим. Отъехали мы буквально, наверное, метров 300. Как видите, уже есть сложности. Уже понижаючку включили, потому что уже прям тяжело ребятам ехать. Вот по нашим следам уже. Так, резина тоже здесь 215. Я еще не травился. Снег настолько сырой, что прям, я думаю, нам далеко не придется куда-либо ехать. У нас здесь получилось. У меня сегодня за рулем Эрнст. Нижаечку включили, нижесевой заблокировали. И мы с вами поехали. Ну, тяжело-тяжело. Ну, тяжело-тяжело. Не в Вайсику, давай. Я думаю, сегодня получится у нас по катушке. Если уже на данный момент тяжело. Да? Я говорю, уже интересно и тяжело. У нас Федан в командировке пока приехал. Федан тоже решил сразу травиться. МТеха у него. Ну, сегодня посмотрим, интересно будет, как будет МТеха ехать. По мокрому снегу. Да, травиться нужно. Но мы пока не во воду, не травимся. Так, совместно с компанией Т-Плюс мы проводим розыжь тросов у меня на канале. Вот, Федан, подарок. Совместно с компанией Т-Плюс дарим тебе динамический трос. Спасибо. 9 тонн, 9 метров. Динамика, думаю, тебе для УАЗа будет. Спасибо. Я сегодня его обязательно испробую. Для УАЗа, я думаю, самое то, да? Да, это вот 9 тонн как раз для меня. Я сегодня буду его ехать. Да, вот у нас спонсор Т-Плюс этого видео. Итак, друзья. Мы дорогу прогладываем первые. Снег тяжелый. Ехать очень тяжело. Вот Эрст ездил со мной в Башкирию на белом Невасике. Но так у него Невасик что-то там поломался немножко. Поэтому сегодня он у меня практикуется на моем Невасике на длинной базе. Давай газу в подъем. Газу, 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 давай. Давай, 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 давай. Короче, уже прикольно, ребята. Уже прикольно. Мы думали далеко куда-то ехать, но думаю, что не придется нам далеко ехать. Сзади у нас вереница автомобилей. Межосевой у нас разблокированный пока. Когда совсем будет тяжко, я думаю, тогда будем межосевой блокировать. Расскажи вот в двух словах, вот автомобиль совершенно другой, но пятидверка, база длиннее, да, и лифт. Как тебе вот впечатление после твоего автомобиля? Газ только не бросай. Впечатление именно от моего автомобиля. Разница, конечно, есть, потому что у меня автомобиль стоковый, ничего нету, машина даже не лифтованная. Моя бы машина здесь не проехала, однозначно. Когда лифт есть, правильные колеса, намного лучше машина едет, ведет себя. Да, намного проще, согласен. Да, и едет в пляже и везде. Ребят, переметы хорошие. Руль прямо, прямо, прямо. Все, стоп, назад. Стоп. Давай, межосевой. Поехали назад. Стоп мой, впереди с вами. Нагребли. Не, не, стой. Все, давай вперед. Ага, все, назад. Трудности, трудности у нас есть. Липучка. Автомобили все там стоят. Нет, мой автомобиль не едет, так как мы правой стороной, наверное, левой стороной. А у нас, прежде всего, не заблокировано. Сейчас, подожди. Автомобиль мой хотели сначала дернуть, но сам качнулся и выехал нормально. Ребята, которые нас справа-слева объехали, у них тоже есть трудности. Главное накатать. Вот, едет, машина едет. Все, поехали. Ну, я понимаю, да, на брюхе снега много. Короче, прямо, дорога прямо. Погнали, ребят. Загоним. Замыкают пролазик. Первую сугробу мы проехали. Так, что-то там у нас... Опять не едет. Да, да, да. Впереди, конечно, самая сложность, это переднему пробивать. Очень большие переметы. Погнали, что я переговору, мы уже обратно поедем. Вот так надо ехать. Ох, а тут снега-то, ребята. Короче, мы тоже приехали. Ну, мы попробуем, попробуем сами. Сейчас, пробьем. Накатаем. Пока еще не накатали. Не получилось у нас, не фартануло. Очень много снега. Она вроде шевелится, но не едет. А впереди, потому что нагреб. Вот, что снега, да? В городе снега нету, а тут, смотрите. А так, самое интересное, на дороге снег, а там поменьше. Да. Вот сколько помощников стоит, переживают все. Непонятно, кто кого тянет, конечно. То ли Нива-буханку, то ли буханка-нива. Женя поймал диагоналочку. Не поймал. В лебедке сила. Вот так подписчики. В лебедке они в машине. Непонятно, кто кого тянет. Непонятно. Снега много, да? Вот греб, да. Прилив. Сейчас мы будем брать разгон. И будем брать этот. Поехали. Да, пора уже. Поехали. Новый год прошел весна. Поехали. Поехали. Где мы с вами сидим. Смотрите, что он творит. Между прочим, продает на авито. У вас этот. Покрасил его там, но все по уму сделал. Вроде мы и двигаемся, а выехать не можем. Снег мокрый. Сейчас помчимся. Снег мокрый. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это дерануло, блядь. Аж я повылетал. Здесь, видите, намного легче. Сложно. Все, погнались. Поехали. Основная масса уже вперед проехала. Сейчас мы до них доедем. Те, кто проехал по полю здесь, буханочка подъезжает. И ребята тоже вон все подтягиваются. В принципе, все. Там опять столпотворение? Нет, нет. Едут, едут вон вроде. Все, сейчас поедем дальше. Итак, мы едем за Евгением. У него автомобиль подготовленный. Снега много. Хоть у меня и лифт сделанный, но я за Евгением кое-как еду. В некоторых местах прям снега очень много. Первая повышенная, между собой забаллокированный. Ну, зато другим участникам за мной, я думаю, будут ехать вообще без проблем. А так вот именно где посадка, именно где какие-то вот кустаринки, прям снег прилично лежит. Но напомню, температура ноль. Снег настолько мокрый. А у меня давление в шинах 1,7. Я перед выездом с дома строил 1,7. То есть ниже пока не стал. Но у меня еще в багажнике держат цепи. Возможно, если совсем будет все плохо, тогда попробуем и цепи одеть. Пониженная, уже температура двигателя нагрелась. Уже он до красной доходит. Я печку выключал. На первой повышенной уже не едет. Включил, только пониженная, поехали. Ну и вентилятор включил, и печку включил максимально. Чтобы температура упала. Сейчас покажу вам колонну автомобилей. Покатушки выходного дня, короче. У нас, вот смотрите, Нива Бронта. 60 тысяч пробега. Стандартный невальсик. Есть сзади самоблок. Студия выхлопа. До староводы. Так, это 1,6. 2 литра без каких-либо помощников. Виктор, который торгует лебедками. Тюлеген. Военные мосты. Нивасики стандартные. Все Витьки разновидные. Любит цепи одевать. А мне кажется, он цепи я одел. Точно, он на цепях. Да, на цепях, на цепях, точно. Фиданчик. Женек. Вся наша колонна. Двигаемся дальше. Ёй-ёй-ёй-ёй. Застрянем. Порой, 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 порой. Ёлая повышенная. Прям тяжело нам, очень тяжело. Ох, нормально. Ещё какой вариант? Вот здесь. Ого, ого. Надо заблокироваться, наверное. Вторая пониженная. Вот тут не мушку занимается, не мушку всё же. Ну здесь вот диагоналы с чем можно добавлять. Да, тут и такие диагонали хорошие. Смотри, да, смуз какой. Что-то здесь никто не хочет ехать. Мы поедем. Я, я, я. Чертелькин, трос направьте, а веревка сзади эта скоро от это стегнётся. А здесь мы сейчас повиснем. Ну что, едем? Отлично. Мы с Туллигеном задали планку. Сейчас посмотрим, как другие проедут. У меня силовой бампер ударился куда-то сюда. То есть, здесь и не разгонишься быстро. Ну, Женьку-то можно потихоньку проехать. С его клиренсом, с его колесами. Вообще легко, да? Пластиковый бампер. Ура! Нашли, ребята! Нашли! Хоть что-то нашли, где у вас не смог заехать. Между прочим, резина шукованная. Здесь самое интересное, что нельзя разогнаться. Вот те, кто смог заехать стоят. В том числе и мы с вами. Получилось у нас заехать. Отлично, отлично. Включаем все кнопки, какие есть у вас, Патриот. Лебедочка у человека стоит. Вот разница, да? Смотрите, вот Патриот стоит подготовленный. Вот там и резина хорошая, и клиренс. И вот типа стокового. Не знаю точно там, что у него есть, что нету. Хотя и резина шукованная. На зеленом липучка. У меня тоже липучка. На Хантере грязевая. Вот, пожалуйста. Не едем. Бампер. Снег. Все, пока не едет. Вообще вот Алексей мне нравится, как ездит. Молодец он. Аккуратно, не боится. Конечно, уже практика была большая. То, что много раз отрывал передний бампер. Разбирал его, склеивал. В конце концов, какую-то там защиту придумал. И сейчас бампер уже так сильно не отрывается. Макс у нас там решил проехать. Артем вот на ними, смотрите. Ух. Все, наверное. Утонул. Вот Дастер 1.6. С электронными помощниками. И Артем. У него еще сложнее. У него, получается, стаскивает влево. Классная локация. Проехали мы буквально, не знаю, километров пять. Сейчас, возможно, наверное, здесь уже поставим самовар. И уже здесь можно будет попить чайку, я думаю. Сейчас выйдет, выйдет. 1.6 выйдет. Молодец, Алексей. Красавчик. Вот вам Дастер. 1.6. Преет. Черт, Артем, как у нас тут проеет. Так, давайте Ниву Бронто. Ниву Бронто. Ниву Бронто. С первого раза не зашла. Патриот. За счет Лебедки нас выезжает. Ну, могу сказать, что Ниву Бронто, ну, ход, ну, набирает приличный. За счет хода, конечно, он вылетел. А вот Алексей на Дастере, я говорю, красавчик. Конечно, за Дастером любая нить стоит. Красавчик, да. Молодец, Алексей. А на главном бампер все уже. Да, я про что говорю, что сколько раз ты катаешься, уже его там я отвязывал и что только не делал. Вот сейчас, смотрите, Нивасик на цепях поедет. На четыре колеса делал четыре цепи. Даже ни разу не буксанул. Что значит цепишь? Что значит зацепишь? Нет. А почему тебя не было? Два литра. Мы думали, два литра сейчас проедет. Тебе надо повторить. Иди. Мне бампер жалко. Что, Барк, ты видел? Алексей проехал. Ну, я плюну еду. Ну, уже, так понимаю, накатано. Уже не интересно. Уже накатали. Ну, и тут простенько. Там на той локации намного сложнее. Вот на первой. Вот. А здесь все просто. Тем более, с такого хода они... Здесь 50% протектора осталось. Люди, не покупайте Ниву красного цвета. Ниву красного цвета не покупайте, это для девчонок. Ты думаешь? Да. Теперь можно. Ну, насколько я знаю, он вообще красавчик. Так-то. Мы, конечно, шутим. Шутим, шутим, ребята. Вообще, Артем ездит вообще отчаянно и классно. Молодец. Да. Это просто юмор. Новогодний юмор у нас. Одно слово запретили говорить. Теперь можно говорить все. Назад, назад давай. Отлично. Все назад, милее. Ну, тут, конечно, удостоение. Интересно. Шипы есть, резина вроде более-менее такая, ну, протектора видно у нас, да? А ему оборотов не хватает? Да, пониженный, наверное. А ему оборотов колеса не хватает. Вот, сейчас, смотри, спокойно должен заехать. Вот, оборотов мало, колеса меньше прокручиваются. И вот, пожалуйста. Всех остальных туда пускаем. Ладно, дастеру мы поблажку делаем. Давай, поехали. Подходи, сейчас шибет. Да ладно, я наоборот встану, чтобы он остановился. О, нет, так он не заедет. 2 литра. Без электронных помощников. Сейчас у нас будет тест цепей. Тут цепь одевается по кругу полностью. 4 колеса. А я забыл, у него уже карбюратор, да? Смотрите, цепи, что делают цепи? Вообще зачет. Сток у него вообще. Да, сток полностью. Так, Федан, что такое случилось? Уперся куда-то. Не знаю куда. Ну да, с такого положения тяжело, конечно, выехать. Что-то дороги какие-то. Назад не едет? Нет, дороги какие-то неправильные. А качнуться вперед тоже не получается? Так, цепи, цепи. Давай. Я смотрю, потихоньку, давай. Назад дороги еще не будет. Что-то дождь пошел? Давай, давай, спускайся. Нормально, нормально. Ну, сейчас уперся. Уперся. Давай назад уезжай. А, номер, номер гнешь. Номер согнул. Так, в этом случае, смотрите, даже цепи не помогают. Вообще цепи не помогают. Насколько глубоко и передом упирается. Потому что, видите, номер вон, согнул. Не получается? Нет? Смотрите, два УАЗа. И все пользуются лебедочками. Все, сейчас два автомобиля. Будем вытаскивать именно лебедками. Ну, в таком положении. Даже если будешь тянуть динамкой, ну, не сможешь потянуть. Как здесь летит? Вот у вас хантов на военных мостах. Интересно? Ну, как так? Грязевая резина не едет. Слух отута и что, подиагонали? Вау! Зачет, пацаны, зачет. Челегену полюбасу лайкосик поставьте. Вот так вот номер. Что ты говоришь? Скорость, говорит, не включает? Не едет. Что, со сцеплением что-то? Какая-то проблема. Это вот я про что говорил. МТ-резина в мокром снегу. Работать не будет, пацаны. Вот она, вверх. Не работает эта резина. Учи, 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 учи. Даже если бы тут, хотя у него сзади самоблок стоит, нет, не будет работать. Сложно с такой резиной. А здесь зарешала правильная передача. На второй переключился и выскочил. У него еще и багажник открылся, видите, автоматически. Ну, короче, у тебя багажник открылся. Здесь еще... Так, а здесь у него... Типа... Да. Там... Акапеллита. Резина. Ох, подскочил он. Классно, блин. Да, отборал. Я говорю, как бы полуосяд, а вы что меня подрывали, да? Нет. Тут вообще ничего. Там аж искры у тебя летят. Лечь! У тебя там аж искры какие-то летят. Я серьезно говорю. Там аж... Я не знаю, но искры прямо влетели. Давай подтащим чуть-чуть. Резина... Да я смотрел, у него просто там искры какие-то были. Я не знаю, что там. А? У него же нету ничего. Не надо. Ну, возможно, да. Но сейчас, говорит, его подтащить надо. Давай, Женя! Потихонечку. Нет, тебе надо туда ехать. Тут нет. Тут для слабаков. У меня глушак пипец. А, глушак, да, помню. Выходные же были все. Я понял. А вот, смотрите, на малых. Вот я вам говорил, что там. Дай-ка посмотрим. Ой, искры летели. Оказывается, смотрите, крышка подлетала. Масла нету. Из-за этого я видел, что там исты летят. Как давно ездишь, они тоже не знают, да? Нет. Вот. Вот видно, смотрите, вон крышка, видите? Вот, когда это все случилось, тоже непонятно. Сейчас задок включает, и надо уже двигаться в сторону дома, Виктору. Ну, других вариантов и случаев нету. Вот. Вот. Так вот бывает. Покатушки. Ну, возможно, даже не из-за покатушки, а то, что случилось что-то ранее. Так, Виктор, тогда тебя сейчас Едан до трассы дотащит. Едан, до трассы дотащишь его? Да, да, да. У меня все по плану. Все равно планирую сюда устанавливать электрические или пневмоблокировки, скорее всего, электрические. Поэтому ничего страшного. Ну да, и колеса у тебя, я знаю, здесь, да? Колеса 35-ая зима лежит, тоже будем. Да. Ну, отлично. Тогда вы едете на трассу, мы поехали на автодром. Если что, приедешь. Все. Все, Витя, давай. Будь здоров. Знаешь, как я сделал? Я с ним заеду вот так по трассе, что провожусь. Не дай Бог, все за кучу, чтобы помочь разобрать. Ну, давай. Все. Если что, на связи. Так, сейчас мы уже решили ехать на другую локацию. Объезжать далеко. Вот я первый. На первой повышенной. Хватит, хватит первой повышенной. Берсевой пока не блокировал. Снега? Ну, очень много. Говорю, нулевая температура. Надо, наверное, межсевой блокировать. Так, вот, я заблокирую межсевой. Да, Жень. Да, Жень. Да, я понимаю, что это автодром или автодром? Ну, тут основной автодром. Раз. Ну, где соревнования проходили? Ага. 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 Вообще плохо. Так, сейчас, смотрите, межсевой заблокировали. Первая повышенная. Ну, неплохо, неплохо, ребят, идем. Мы сейчас, получается, пробиваем дорогу. Пять тысяч оборотов. Пять тысяч оборотов. Я просто эту дорогу знаю, здесь ездил. Под Unfortunately Soldier Twist. Еда,aron. Слушай, наше правила. Пять тысяч оборотов. Вот вам липучка, блин, вот здесь тяжело, тяжело, осталось чуть-чуть, температура высокая, блин. Сейчас доедем, остановимся вот здесь, вот здесь все, останавливаемся, ждем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok